Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Понедельник, 16 июля и начинаем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар в рамках часового таймфрейма мы видим уже торговлю выше максимальные значения, которые были зафиксированы в пятницу и в четверг на прошлой неделе, что в рамках часового таймфрейма уже может отменить нисходящий сценарий, который было внимание всю прошлую неделю и перейти вновь к фазе восходящего движения с целями роста до отметки 1.1791 и 1.1875. Данный сценарий по паре евро-доллар будет актуален в том случае, если пара сможет удержаться выше отметки 1.1612 минимальное значение пятницы. По паре британский фунт и американский доллар картина примерно такая же. Сегодня с утра мы торгуемся выше максимума, которые были зафиксированы в пятницу и в четверг. Если пара британский фунт также сможет удержаться выше данных уровней, ну по крайней мере не уйти ниже минимальные значения, которые были зафиксированы в пятницу в области 1.3103, то в этом случае будем ожидать возобновления восходящего движения с целями роста до 1.3360 и далее уже на 1.334. По паре американский доллар и канадский доллар сегодня мы также видим пробитие ниже минимальные значения, которые мы видели в четверг и в пятницу. То есть данный сценарий идет практически по всем валютным парам, то есть мы рассматриваем ключевые это с долларом и везде картина примерно одинаковая. На текущий момент переход в фазу нисходящего движения в рамках часового таймфрейма и актуальность данного сценария будет удерживаться до тех пор, пока мы торгуемся ниже минимальных значений, которые были зафиксированы также 12 и 13 июля по цене 1.3218. По паре американский доллар и японская иена. Пока мы не получили подтверждение ухода ниже минимальных значений пятницы, но здесь опять же будет два сценария актуальные. На текущий момент тот, который и сохранится с начала прошлой недели, это продолжение роста по паре американский доллар и иена. Он пока сохраняется. Получим подтверждение данного сценария в том случае, если увидим обновление локальных максимумов, то есть уход выше уровня 112.82 и после этого уже можем ожидать движения на 113.83. Преодоление уровня минимальных значений пятницы, то есть уход ниже отметки 112.20 и откроют предпосылки на возобновление нисходящего движения с целью снижения до 110.65 и 110 соответственно. По паре австралийский доллар и американский доллар сегодня также мы с утра торгуемся выше максимумов четверга и пятницы, что в рамках часового таймфрейма нас также приводит в фазу восходящего движения, то есть завершается нисходящее движение, которое у нас было на прошлой неделе и в том случае, если австралийский доллар уходит выше среднесрочного уровня, который находится в области 9 и 10 июля в области максимальной значения за эти дни 74.83, то в этом случае будем ожидать возобновления роста. По паре евро-фунт здесь существенно ничего не меняется. Боковое движение, которое у нас сформируется уже с начала июля, оно также сохраняется и пока основные предпосылки сохраняются на продолжение восходящего движения, которое у нас было и сформировано 9 июля. Данный сценарий будет актуален, опять же, до тех пор, пока мы торгуемся выше уровня 88.19. Это минимальные значения, которые были 10 и 12 июля зафиксированы. Соответственно, следующие цели роста это уход выше максимумов. Вчерашние торговые сессии дали движение по направлению на 8903. По золоту на текущий момент тенденция нисходящее сохраняется. Цели по снижению это уход ниже минимальной значения пятницы и дали движение по направлению на 1213 долларов за тройскую унцию. Уход выше максимальной значений, которые были зафиксированы 12 июля по цене 1248, даст предпосылки на возобновление восходящего движения с целями роста до уровня 1267. По нефти марки Brent в пятницу мы увидели уход выше максимумов, которые были зафиксированы 12 июля, что в рамках часового таймфрейма нас приводит вновь в фазу восходящего движения по данному активу. Следующие цели роста предполагаемые это область 79.73 и далее 81.51. Данный сценарий по нефти будет актуален до тех пор, пока мы торгуемся выше уровня 72.75. Это минимальное значение 12 июля. По индексу DAX на текущий момент мы видим торговлю выше максимальные значения, которые были зафиксированы 12 июля. Туда мы ушли в пятницу, но пока уход выше максимальных значений 10 июля, который был зафиксирован по цене 12641, не подтверждает возобновление восходящего движения. Поэтому данное восходящее движение, которое было последние два торговых дня, на мой взгляд, является больше коррекцией. Соответственно, если говорить о возобновлении движения восходящего по индексу DAX, то здесь нам нужно увидеть уход выше уровня максимальных значений 10 июля и после этого откроется цель движения на 1212825. В свою очередь, если по индексу DAX мы увидим обновление минимальных значений, то есть уход ниже минимума пятницы, который был зафиксирован по цене 12496, то в этом случае уже продолжим свое движение в области нисходящего тренде с целями снижения до 12100. Ну и по биткоину вчера в субботу мы смогли обновить максимальные значения, которые были зафиксированы 13 июля в пятницу, что в рамках часового таймфорема дает предпосылки на начало восходящего движения. Опять же, область восходящего движения пока ограничена уровнем 6799 долларов за один биткоин, поэтому с текущих уровней мы вполне вероятно увидим движение в данную область. Ну а в том случае, если цена преодолеет область сопротивления уйдет выше отметки 6900 долларов за один биткоин, то в этом случае можем ожидать возобновления роста с целями до 7200 и 7300 соответственно. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Саков Роман. Как всегда, напоминаю, что если вам нравится это видео, то не забывайте ставить лайк и ваши вопросы писать в комментариях. Всем желаю хорошего торговой недели, хорошего торгового дня и увидимся завтра.